Во-первых, друзья, у меня сегодня день рождения, а во-вторых, хочу сделать вам подарок. Вы можете подглядеть кадры, как происходит обучение на гончарном интенсиве. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! То, что вы видите на столе, это работы гончарной школы учеников, покрытые глазурью. Они ждут восстановительного обжига. Что это и как это, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Я расскажу, покажу, мы проведем этот обжиг в яме. А скоро, уже 24-28 февраля, будет гончарный интенсив, 5-дневная краткосрочная программа. Можно приехать, устроиться здесь с гостиницей. Также есть еще следующие даты. Мы утвердили 20-24 апреля. Приезжайте, селимся и 5 дней подряд, по 6 часов мы крутим, выкручиваем чайник. Чайник свой, собственный. Ну и, конечно, 2-го февраля уже будет 12-дневная программа гончарной школы. Это для тех, кто живет недалеко от Москвы. А сейчас предлагаю посмотреть некоторые практики, как и что мы учимся делать в рамках гончарного интенсива. Может быть, что-нибудь намотаете себе на ус и введете в керамическую свою деятельность. Идет секретное упражнение по установке рук в гончарном интенсиве. Это Алина в медицинском халате и в перчатках. Нитриловых. Нитриловых. Обязательно. Которые не стираются, не трутся. Они поэтому нитриловы. Нитриловы. Он есть на фейсбуке. Это красный, да? Нет. Здравствуйте, меня зовут Алина Вестврид. Группа «Мир красивая, как Сюзанне». Я хотела оставить отзыв о гончарном интенсиве волшебства керамики Ильи Калашникова. Я случайно попала на интенсив, потому что мы давно с Ильей договаривались об интервью, о наших совместных интересных роликах. Но то, что я увидела, то, чему меня обучил Илья, очень сильно меня впечатлило. Во-первых, Илья прекрасный преподаватель. Он умеет грамотно донести материал. Во-вторых, он профессионал. И в-третьих, мне понравилось то, что я получила возможность научиться центровать и научиться задействовать свою правую руку. Я, к сожалению, от рождения левша, и правой рукой мне очень тяжело пользоваться. Но каким-то чётным образом Илья поставил мне пальцы, и теперь у меня получилась возможность крутить двумя руками. Спасибо, Илья. Плоские тарелочки. Второй день. Давай я не буду двигаться, чтобы она не испортилась. О, какая большая тарелище. И восхищение в глазах. О, вы сделали это! Глина! Я так благодарна судьбе вообще, что я здесь оказалась. И поэтому я желаю вам всем мечтать, желать, создавать намерения. И всё счастливо, что я нахожусь в таком месте, с такими людьми. В этот знаменательный день хочу вам подарить горшок, чтобы он у вас был как эталон, и вы на него смотрели, гладили, и он у вас получился. Благодарю! Благодарю! Да. Алина учится пользоваться горелкой. Сначала крутишь, а потом нажимаешь. Вот эту серенькую влево. Да, сейчас тебя ассистент проассистирует. Мы меня не добавляем. Включай круг. О, отлично. Дело пошло. Супер мензурка. А здесь у нас бочонок уже. Да, Денька? Прекрасная. Она будет белая? Да. Вот такие кружки. Сегодня крутим третий день. Три-четыре. Глина! Итак, у нас уже первый мастер-класс Дина дает. Как вам мастер-класс? Хорошо. Все обуч начался. Это уже... А это, кстати, самое лучшее закрепление навыков. Да. Хочешь научиться сам? Научи соседа. Научи соседа. Четвертый день. Смотрите, какие уже формы. Сложные. Сложные делаем. Вот уже крышки делаем для будущих чайников. Чайников нет, а крышки ружьи нет. Сначала начинаем с крышки чайник. Крышка купольная. Ну вот, завтра же в последний день получается, и чайник реально собраться может быть. Да, увидим. Да, да, вот так. Если сухо, да, то выше, выше, выше. Один проход все. А если пальцы сухо? Тогда быстрее выше надо и меньше давить. То есть здесь... А, чтобы быстрее выйти. Компромисс скорости. Да, вот с этого места можете продолжить. Нет, который повыше. Да, вот с этого. Да, 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 медленнее видите. Ведь он закачался. Перестал. Там я... Кручу, кручу. Волшебным образом. Волшебный. Класс и ранец. Закрытая форма уже. Ну, выкрутили закрытую форму. Закрытая форма и открытый восторг. Открытый восторг и 99-й уровень сложности, да? Это пока что 99-й. 97-й. Горелку можешь не качать, вот просто поставь... Стой, 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 вниз, вниз. Раскрывание. И он заканчивается. Да, и там, смотрите, какие крышище. Этот утиль с росписью, вот по всем правилам, вы в очень разбавленную прозрачную глазурь опускаете. А, да, напомню, что опускаешь. Вот так, просто опускаешь. И если, допустим, вот у глины 1050, температура, то есть она низкая, ты жжешь утиль на 900. Он пористый, и он очень хорошо впитывает пигмент. И, соответственно, когда ты опускаешь, этот пигмент не уходит в глазурь. Потому что он очень крупно сцеплен. Можно в пигмент там добавить оптопикс и капельку глазури прозрачной. Вот это же добавить больше. А, это любое, капельку глазури? Так, чайник-пушка. Пришлось сделать вычинки. И это, что у нас, плотина. Мы так придумали, как сделать так, чтобы носик из него не выливался весь чай. Когда заливал туда. Ну и оправдываем чайник-пушку, да? Чайник-пушка. Меня зовут Сергей. Я в керамике не так давно. Все началось с мастер-класса, который мне подарила жена. И потом я начал искать учителя. Кто бы мог меня научить тонкостям? Таким образом мы познакомились с Ильей Калашниковым. Видим, замечательным человеком. Замечательным мастером. Который, ну, просто вкладывает душу в каждого ученика. Спасибо, Илье. Очень нравится здесь бывать в этой мастерской. Душевная обстановка. Вот попал на интенсив и сделал чайник. Чайник непростой. Чайник-бычок. Вот такой вот получился чайник. Вот, с крышечкой, с дырочками. Все как положено. Глина волшебная. Да, она затягивает. Она затягивает буквально с первых минут. Вот, потому что не было ничего. Вот кусочек. Кусочек глины. Потом несколько движений. Раз, раз, раз. И получается изделие. Ну, в частности, чайник. Или вот такая вот замечательная крынка, которую выкрутил Илья. Всем спасибо. Спасибо, Илье. О, смотрим, печь. Печь, печь. Горячая печь. Главное, телефон туда не войдет. Вау. А можно заглянуть туда? Да, пожалуйста. Только не опалите себе бороду. Ух ты, крутяшная. А какая там температура у вас? 766 градусов. Классно, когда видишь. Это брошки, да? Горшки там, да. Ой, так красиво. Вон, брошка, цветочек. Спасибо. У вас как называется чайник? Как это еще не чайник? Я думаю, будет это такой... Чайник под молочный улун. Чайник под молочный. Чайник-молочный. Меня зовут Дина. Я из города Салават, республика Машкортостан. Давно хотела попасть к Илье Калашникову на обучение. И вот это получилось вообще волшебным образом. Я оказалась здесь. Столько было препятствий, но я здесь. Вот мой чайник. Еще крышечка. Занятия проходили в такой теплой атмосфере. Такая простая, интересная. И в то же время с математической точностью объясненная. Подача материала. Девочки прекрасные вместе. Мальчики, семья. Все вместе работали, помогали нам. Было очень здорово. Действительно настоящее волшебство. И для меня глина это... Ну, сейчас это, наверное, частичек моей жизни. Потому что я вкладываю в нее свою жизнь. Благодарю за интенсив. И надеюсь на скорую встречу. В этот знаменательный день вручаю вам диплом. Благодарю. Ура! Вот у нас обжиг прошел. Всякого разного тут налепили. В большой печи. Ну что, можно вынимать. Можно? Да, по кусочкам. О, это на Новый Год. Мышата, которые держат в салфеточке. Да. Вашки. Так, чтобы только не попадало. Вот кот наш. А вот, да, это кот, который так стоит и пьешь из него, а? Вот, ой, лапка у него отвалилась. Надо искать лапку. Отстрелил, может быть, ее. Ой, надеюсь, не сильно отстрелил. Но ничего, он свои способности быть чашкой не потерял. Нормально. Да, тем более у нас есть сюжет, как заклеивать керамику. Да, да, да. Так, тарелочки. И не один. Вот наши царелочки вообще, с отпечатком пальца. И много-много-много всего. Много лета. Инопланетянина, я вижу. Опа. Это мышь. Мыша. Не взорвалась? Нет. Твоя, да? Замечательная мышь. Опа. Год мыши грядет. Охи-хи-хи. Какая борода получилась. Да. Ну, будем вынимать, в общем. Да. А 3-4, надо сказать. Глина. Нет? Да. Точно. 3-4. Глина! И лайк еще. Илья попросил, чтобы я рассказала, кто и откуда. Но вот я предоставлю это Илье. Он потом вам напишет внизу, откуда я, чтобы вы поняли, откуда можно приехать к Илье. И что приехать даже из Башкирии, это не так далеко, при желании сюда приехать. Ну, полет был несколько часов. 4. 4-5. Про Илью я услышала на просторах Ютьюба. И меня очень подкупила манера ведения канала. Илья очень добродушна и очень полноценно делится информацией, абсолютно не жалея никаких аспектов и каких-то точностей. Для меня лично это очень важно, потому что некоторые ролики я смотрю, чтобы действительно чему-то научиться. И вот глядя на его ролики, я действительно могла понять процессы и что происходит с глиной, и как мы обрабатываем ее, как мы ее вытягиваем. И вот в душе я так вот, как бы хотелось бы у него поучиться. И тут смотрю его видео, и он говорит, у нас будет интенсив. И он говорит, о, да, я хочу, в общем, я с ним связалась и так прикинула. Потом вы поймете, откуда я сюда прилетела. И таки я прилетела. Я вам хочу сказать, что то, что вы видите на видео, вот это добродушие, желание делиться информацией, и вот эта вот прекрасная энергия волшебством керамики, приличная встреча это еще даже больше. Приехав сюда, я просто ощутила себя как дома, ну просто Илья вообще не отходит ни сантиметр от своих учеников, пока все не получится, вдохновляя и давая надежду на то, что все будет замечательно, все произойдет и все переживет обжиг. Вот этот чайничек, который мы вымучили два дня персонально, я его вымучивала очень долго, ну не идет. Вот, кстати, глина, это живое существо, для меня это абсолютно вот наша связь с землей и с природой. И вот иногда не идет, так не идет, но Илья мне помогал и подбадривал всевозможными способами, вот это вот, он еще мокрый, поэтому открою не за ручку, а вот так, это вот такой вид крышечки, и внутри даже есть дырочки, их даже через носик, кстати, видно. Вот, и вот на интенсиве на самом деле, и я глиной хотела заниматься уже очень давно, еще с детства, но как-то не пришлось, не получилось, и вот это сбылась моя мечта. И на интенсиве я получила на то, что я хотела. Азы работы с глиной, это и выкручивание, и работа с жгутовым методом, и прихлопывание, и прищипывание, и отщипывание, просто вот реально, это действительно интенсив, берите во внимание, когда вы приходите, это будет интенсивно. Много информации и много физической работы в плане руками, это не то, что тяжело, но это работа. В общем, приезжайте, это супер-супер круто, а вот Илья вам сейчас напишет, откуда я приехала. Круто! Волшебство о керамике! Глина! Так что, друзья, приезжайте в гончарную школу, которая начнется со 2 февраля. Приезжайте на гончарный интенсив, 5-дневный, даты анонсированы в описании. Ну и лепите, конечно же, и сказочные волшебные глины вместе с нами. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»